Всем привет! У меня какая-то бантомания началась, если честно. Я не знаю, мне все тянет, бантики какие-то делать. И сегодня я вот тоже вам предлагаю снова бантик. Оставайтесь со мной, кто хочет его сделать. Так, из материальчика нам понадобится у меня есть такие красивенькие ленты. Долго думала вообще, что с ней сделать. Так мне хотелось ее использовать. Я не знаю, как на камеру она передастся. Она такая фиолетовая, с такими красивыми бабочками. Может быть, вы где-то видели уже такую ленточку, я не знаю. Но мне она так понравилась. Ну не знаю, ну что с ней такого сделать. И как-то вот созрел вот этот вот бантик, который я вам сегодня буду показывать. Так, это ленточка шириной 5 сантиметров. И длиной 24 24 с половиной, ну 24 сантиметра. Так, это то же самое. Только она у меня уже в горошек. Другого цвета. То есть будем сегодня комбинировать цвета. Она такого бежевого и в такой беленький горошек. Тоже 5 на 24 сантиметра. 24 с половиной даже у меня здесь. Так, это у нас будет подушечка. Сверху у нас будет бантик поменьше. Из ленточек 2,5 сантиметра. И длиной 22. Это то же самое. Бежевая, однотонная. Тоже 2,5 на 22. Так, еще у меня есть такая красивенькая ленточка. Не ленточка, не знаю, декоративная ленточка. Не знаю, как ее назвать. В принципе, как бы верхушечка этого бантика созрела благодаря вот этой ленточке. очень красиво на ней смотрится вот этот вот желтенький цветочек. Именно почему-то вот желтый цвет мне показал здесь очень красиво будет смотреться. Вот этой ленточке. Ну, я думаю, что можно сеточку даже взять, если такой ленточки нет. Она такая, как бы, я не знаю, как вам на камеру показать, с такими ниточками сделала. Очень такая интересная. Здесь у меня 14,5 см. То есть, ну, если у кого-то нет, то можно использовать просто есть такая сеточка, декоративная ленточка на 2,5 см. То есть, тоже, в принципе, мне кажется, подойдет. Для самого цветочка нам понадобятся отрезочки 5х5 см. Я здесь беру желтенький цвет. Их нам нужно будет 9 штук. Ну, и полосочка для того, чтобы сделать поясочек на бантик. Я буду сегодня использовать резиночку серенького цвета. Я уже как-то говорила в мастер-классах, мне в основном просят делать темные резиночки, потому что белые быстро вымазываются. Ну, конечно, если бы мы делали белый бантик, то я бы использовала белую. И серединочку, которую я делала сама из полубусинки и стразовой ленточки. А полубусинка у меня где-то 6 мм. Итого получается мой сантиметр и 3 ширину в диаметре. Инструментики мы используем, как всегда, обычная зажигалочка, ножнички, пинцетик и клеевой пистолет. И еще нам понадобится ниточка с игоночкой. Для начала будем делать бантик, потому что мы потом будем сбрызгивать его лаком, и пока он будет сохнуть, мы будем заниматься с вами цветочком. Так, берем наш самый первый бантик с широких лент. Это наша подушечка. Обрабатываем края зажигалочкой. намечаем серединку. И прошиваем обычными простыми стежками, формируя бантик. Вот. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто ниточкой собрали и все... Ну вот, в принципе, такой бантик у нас должен получиться... Дальше из этих наших ленточек мы делаем точно такой же бантик... То есть точно так же намочаем серединку... Обычными простыми стежками прошиваем и формируем бантик поменьше... Так, ну вот... Два наших бантика готовы... Теперь мы будем их собирать... Ну, просто склеиваем... Нежный с верхним... Немножко подравниваем, где что... Здесь какие неровности... Так, и в принципе, сразу же можно приклеить нашу резиночку и сделать поясок... И все... Наш бантик будет готов для того, чтобы можно было сбрызгивать его лаком... Так, наш поясочек... Я буду обворачивать его несколько раз... Как бы я люблю два раза обвернуть... Но сегодня я буду обворачивать три... Потому что поясок у меня маленький... Как бы здесь 0,6 см... И для надежности я обверну его три разочка... Каждый раз будем проклеивать... Раз... Два... И три... Вот так... Дальше... Поправляем все... Наш бантик... Он, в принципе, девчонки, уже красиво выходит... Уже можно носить... Правда, уже без... Даже без серединки супер, мне кажется, смотрится... Но мы его украсим еще... Так... Беру просто обыкновенный пакет... Положу свой бантик на этот пакет... Опять-таки, снова все, чтобы у нас было... Поправим... И берем наш лак... И хорошенечко... Все... Сбрызгиваем... Вот так я это делаю... Так... Можно поправить еще пока... Он не засох... И сделаю ту форму... Которую вам нужно... Чтобы он у нас был красивенький... Все... Отправляем сушиться... Так... Для цветочка нам понадобится... Девять лепесточков... Поэтому берем девять отрезочков... И делаем самый простой... Наипростейший... Острый лепесточек... Складываем наш... Отрезочек пополам... Затем снова пополам... Делаем такой небольшой треугольничек... Все... Здесь я чуть-чуть... Подрезаю кончик... Беру... Пинцетик с зажигалочкой... Припаиваю... Кончик... Так... Ну и здесь... Вот так... Буду срезать... Все... Вот наш острый лепесток... Готов... Вот таких вот лепесточков... Нам надо сделать... Девять штук... Так... Ну вот... Наши лепесточки готовы... Теперь мы собираем наш цветочек... Очень-очень просто... Просто склеиваем наши лепесточки... Один... С другим... Так вот склеиваем все остальные... Так... Ну... Цветочек наш готов... Еще у нас осталась вот такая вот ленточка декоративная... Мы тоже с ней... Что мы сделаем... Определим... Серединочку... И... Тоже сделаем такой бантик... Склеим... Внутрь... Наши края... Клеем... С одной... И с другой стороны... Так... Вот... В принципе... У нас... Все готово... Бантик наш... Уже... Тоже... Подсох... Что мы будем делать... Сначала мы... Приклеим сюда... Посерединочке... Нашу... Вот эту... Декоративную ленточку... Так... А теперь... Приклеим наш цветочек... И... Делаем... Останется за малым... За серединкой... Все... Осталось... Приклеить... Нашу серединку... Все... Наш бантик... Готов... Если вам понравился мой мастер-класс... Ставьте лайки... Пишите обязательно комментарии... Я очень жду ваших комментариев... Так же... Кто не подписан на мой канал... Подписывайтесь... Не забываем ставить колокольчик... Чтобы не пропустить... Мой следующий мастер-класс... Возможно... Это тоже будет опять... Бантик... Оставайтесь со мной... Я рада... Каждому подписчику... Я рада общению с вами... Я рада, что вы смотрите мой канал... Всего вам хорошего... Всего вам доброго... Всем пока-пока... Субтитры сделал DimaTorzok...